Здравствуйте, наши дорогие зрители! С вами Валентина и канал Доски Край глазами подмосковщики. Сегодня у нас 10 июня и выходной на стройке. То есть сегодня сварщика нету и мы здесь предоставлены сами себе. Значит, надо повесить кронштейны, вот уже начали, которые надо делать стойки для кронштейнов, подготовить трубы, доделать, дотыкнуть дырки, которые накосячили и прохлопали, когда быстро их протыкивали, потому что сейчас вот трубу повесишь, и ты уже туда не подвезешь. А дуть оттуда будет. Как вы помните, у нас стены же ничем пока не отбиваются. Будем обкатывать вот такой вот безотбивочный вариант. Поэтому мы сегодня отдыхаем, у нас выходной. Замерка под последний радиатор. Размер, куда вешать. Покажи его полностью, кронштейн. Что, не видно, что ли? Вот такая сваренная. Это из трубы, из какой-то сваренной, да? Обычной трубы. А это откуда-то отрезанная. Вот и все. Нет, мы просто посмотрели, потом в магазинах, какие кронштейны продаются. Ольга. Там что-то это. Я не знаю, кого они там выдержат. А у нас-то все-таки чугун. Чугуней. У нас-то все-таки чугун пришлось вот свои, значит, придумывать, выдумывать. Здесь уже замеры, как их тут крутить, вертеть. Пока Сережа там вертит, я тут вот затыкаю всякие там щебушки, в которых вообще немерено просто. И в которые уходит пакля, как бескрайнее дно. А ведь еще с той стороны надо протыкивать. А здесь, с этой стороны, протыкана, наверное, какая часть, Сереж? Даже, наверное, десятая еще не протыкана. Наверное. Почему ножом? Потому что нож, видите, он дальше в любую маленькую влезает. И дольше он протыкает. Поэтому я не знаю, я первый раз, поэтому я по-другому. Говорят, как-то лопаточкой. Но, в общем, когда силой вот туда нож вставляешь, он далеко въезжает. Торнушка, я очень люблю www.hat.me.ru Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Возьми! Возьми! Да это не надо держать. А что надо? Просто стои держи, ну чего вот надо двигать его? Всё, ёхо, ты снова к стенке прижать? Ну такие вот широкие. Не так свистишь, не так летаешь. Не надо, не помог, правильно? А вот подумаю, сам это делать, полностью. Мама, как мне сосиску взять? Руками? Ну я прижала и держу. Руками, руками. Ну руками бери или не бери. Нет, не получится, потому что здесь веёка. Я не могу быть, ты смотришь. Мама, руку поднимай. Ну ты сам проверь. Вот здесь, проверь. Ножик, на. Надо мне твой ножик. Да. Ну а где улыбка? И улыбка, без сомнений, вдруг возьмёт до ваших глаз и нехорошее настроение. И улыбка, без сомнений, вдруг возьмёт до ваших глаз и нехорошее настроение. Не покинет больше нос. Ну как не было? Не было. Ну я твоё, 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 твоё реакцию. Вот жёлков ты таких не используешь. Вот есть, а этого не было. А картошки. Это я козёл, что ли? Какой козёл? Какой же это козёл? Радиатор вешается на эти кронштейны. Вообще, довольно-таки крепко сидит. Не так, как хотелось бы, но крепко довольно-таки. Потом, значит, радиатор вешается на эти кронштейны. Здесь вот сюда врезается, как она, перёдка называется, подача. Да? Вот эта подача идёт через кран. Потом, если будет жарко, кран просто вот так вот раз перекрылся. И уже вода туда не идёт. Если надо, то раз открылся обратно, вода туда пошла с этой трубы. Она проходит через... Вода проходит через весь радиатор. И выходит обратно через... И выходит через обратку. Вот сюда она врезанная. То есть вот такая вот система нашего отопления. Вот завтра последнюю повесят. И повесят вот на ту трубу. Эта труба будет без. Потому что здесь всё-таки кухня, здесь печка. Я думаю, здесь и так будет жарко. И достаточно будет одного. Если будет что-то недостаточно, можно всегда позвать сварщика и врезать сколько угодно этих секций. Правильно, Серёжа? Вот. Ты его сразу сейчас и вешать будешь сам? Конечно. То есть он только придёт завтра и проварит, да? Ну как? Так как нужно. Иди куда пенёк. Чего? Всё, да? Мы на сегодня закончили здесь? Здесь. На сегодня мы закончили? Ещё будешь что-то делать? Да. А что? Ты сам эти будешь резать? Эти. Эти. Я думаю, да. Может быть... Может быть он и этот сам отрежет. Ну хорошо, ты мне покажешь. Доверяю. Ну всё, давай. То есть тебе надо же его теперь обратно снимать, нет? Конечно. То вы его вдвоём вешали, то теперь ты один. Сколько в нём килограмм в радиаторе? Килограмм 35. 35 в пустом. А с водой будет полтинник, да, наверное? Не знаю. Эти излишки вот эти ты будешь отрезать, да? Да. Всё. Он завтра приедет, заварит и мы будем завтра делать что? Заливать воду. Куда? Батареи и трубы. Всё, да, у нас всё сварено. У нас всё вроде готово. Можно заливать воду и смотреть, где тут что течёт. Ну и так как мы не рассчитали, где у нас будут высоту окон, когда мы клали брус, у нас получилось, что вот такая дыра между... С одной стороны, это очень хорошо, здесь очень будет убирать нормально, потому что когда они вплотную, вот у меня в родном доме вплотную, там очень сложно это всё убирать и чистить, вот эти радиаторы. А с другой стороны, у нас получилось, что они вот так вот торчат. Но это потому, что у нас просто они не влезли. Немножко, там совсем чуть-чуть, они у нас не влезли между нижней трубой и верхней. Но с другой стороны, каждая из женщин любит большие подоконники. Ну надо, конечно. А что мы не взяли, да? А где-то валяется, что ли? А на низ ещё вот сюда надо штырь. Вот сюда под трубу обязательно надо штырь. Потому что оно будет провисать всё под давлением. Спасибо.